дорогие друзья всем привет октябрь месяц мы в житомирской области в таком лесу чудесном смотрите первые мои боровики я с товарищем и посмотрите какой он нашел боров ничего себе и второй такой же чуть чуть поменьше ай-яй-яй-яй красавчики вот такой лес до ноги утопают во мху тяжело идти это представители самых ценнейших из белых грибов боровики из такой видите почти бордовой шляпкой самые крепкие красота адреналин выделяется между прочим тут есть еще и другие грибы вот например очень красивый грибочек что это у нас а это полячок не ну конечно по сравнению с теми боровиками этот тускнет обратите внимание друзья мои октябрь месяц а еще встречается черника кое-где брусника так санька еще что-то нашел ничего себе семейка но это вот просто белые красота вот такие уже возраста так ну надо тут крутиться значит морщинистые уже ну вот друзья мои и мне повезло просто белые просто белые уже не так радует как те боровики а тем более они уже такие в возрасте не ну этот-то молоденький этот-то крепенький самый опасный наркотик это боровик теперь только его и ищешь тут лес заканчивается хороший такой маховистые там дальше трава высокая я решил проверить бугорочек по опыту знаю что бугорочек сюда может подарочек подготовить вот он боровичочек а какой прекрасный гриб ну что ж мечты сбываются у меня опыта в таком лесу грибалить еще нету но то что я его сейчас приобретаю мне нравится такие грибы он дальше еще один бугорок надо его проверить обязательно здесь какая-то тропа я не знаю людей здесь не должно быть может быть звериная тропа на моховой перинке но это это полячки дань вытаскивать поляки вот лес здесь красивый повсеместно но грибы к сожалению не везде встречаются нужно знать места а мы люди здесь новые будем полагаться на удачу много наверное это брусника много брусники интересно в ягодах растут грибы белые пока еще не встречал чудесный край даже камни тут красивые камень какой-то красный гранит саня тут под березовик нашел один оставил мне спасибо я тут пока наслаждаюсь своим под березовиком вот он да 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 саня тут нашел беляшей не но этот уже не годный вот этот еще путевые вижу молоденький так но я побежал снимать а там еще где-то мне по пути а вот молоденький под березы щек попался это что у нас это польский и вот польский и вон польский но ты польский будешь брать мне что-то после боровиков не хочется место занимать ими хорошо посмотрите друзья мои какой прекрасный вид здесь открывается озеро настоящее лесное я отбился от товарища специально то все мои грибы пособирает вон с того края озера прекрасный сосновый лес нужно как-то туда добраться сейчас попробую а пока идет смешанный видите здесь осинки березки это уже практически граница с беларусью вода в местных водоемах такого очень темного цвета как крепко заваренный чай наверное это связано с торфом очень странно лес песок и такой красивый камень лежит красный гранит наверно откуда он тут взялся сосновый лес переходит такой осинничек или даже березнячок это березнячок скорее березки вот граница где сосновый лес переходит в березнячок молоденький подберезовичек нас встречает сразу же посмотрите-ка молодой березнячок более старый уже такой перешел сразу же попадаются мне подберезовички молоденькие шляпку оторвал ему нечаянно вот дальше более темно шляпы экземплярчик это же что у нас а это полячок друзья мои вот так то и в таком лесу есть что пособирать смотрите как интересно сосновый лес и березки тут среди сосен смотрю подосиновики такого опыта у меня еще не было в сосновом лесу собирать подосиновики интересный факт про то озеро которое мы проходили с вами озеро живое там есть рыба и причем довольно неплохие экземпляры мне рассказали местные рыбаки ставили там сеть такие окуня попадались огромные и и сеть часто щука рвала вот и частенько та рыба которая попадалась в сеть оказывалась пустой в буквальном смысле живут в этом озере жуки такие плотоядные которые рыбу изнутри пожирают и остается как бы пустое чучело от рыбы великолепный воздух великолепная природа здесь на севере нашей страны богатая и очень красивая стоит только выйти из соснового леса такой березнячок он издалека уже вижу какой-то гриб это похоже белый но старый рядом кто-то когда-то наступил и уничтожил вот эти бляшки об беленький прошел дождик пришлось вернуться переодеться идем дальше друзья к нашим приключениям это что такое боровичище сейчас присыплю и дальше вон вон он ну я не знаю радоваться ли таким огромным экземпляром может они старые но очень крепкие ну старый но я думаю что на сушку он пойдет классный лес смотрите вот такой вот гриб ну этот посвежей он размером не меньше но посвежей этот уже пропал наверное да обмяк короче говоря я так впечатлен лесом грибами местными словами не передать напоминаю сейчас середина октября и дождливая погода здесь частое явление температура быстро опускается видите уже тучи нашли только что светило солнце как истинный боровиковый наркоман хочу получить свою передозировку но главное не умереть видите среди этого соснового бора встречаются березки и подосиновики осин я не вижу кстати говоря подосиновички есть на жарешечку пойдет не единожды я уже отмечал про себя что плохо ориентируюсь на местности и здесь были такие моменты что я блудил но чудом выходил к машине чудом находил своих ну как чудом берете какую-нибудь вещь на себе выворачиваете типа шапки или панамки или хотя бы даже носок хотите верьте хотите нет помогает действенный способ дорогие зрители а ну подскажите есть же подосиновики сосновые или еловые посмотрите более бледный цвет шляпки но зато более такая темная бархатистая ножка красота ведь а вот они средь ягод видите брусника я как будто у альбертиана в Карелии и так сейчас мы с вами их оприходуем крепенькие здесь вот сразу два комментарии излишни целая семейка подосиков в таком просторном лесу о это что у нас полячок видите более грибные места там где лес неоднородный это я так уже заметил а там где есть включение березовые снова дождик накрапывает ну мы раз уж приехали от своей затеи не откажемся опа сейчас еще что-то покажу видите сегодня мне везет именно на боровики переростки в последнее время никто его не нашел и он тут уже был готов представиться собственной смертью помереть не дадим же ему это сделать пойдет на сушку в данном случае теория о том что грибы растут где-то поближе к людям не нашла своего подтверждения я нахожусь там где как говорится волки испражняться ходить боятся самому сцикотно порой ну что поделаешь такова судьба грибника вот в таком месте навеяло мне воспоминания об острове грибном острове помните было у меня видео и не одно очень похоже даже вот такие вот низинушки такие старые покрученные соснушки там тоже есть мох но конечно не в таком обилии когда идешь по такому густому глубокому мху оно ж тяжело то хочется такой аппарат чтоб ты прицепился так лежа парил над землей и высматривал грибочки мне кажется дождик усиливается но лучше бы этого не происходило мне еще шапку выворачивать нашел такие авто вон едет вышел на дорогу а машины то уже нету вон кричат фух потому что самому идти я вам скажу не то я проехали мы сюда много все дорогие зрители видите уже почти шквальный ветер дальше только мокнуть поэтому на сегодня ролик заканчиваем всем пока удачи всех люблю и до новых встреч па па